Медиагруппа Авангард представляет Я расскажу про 4 типовых кейса, которые мы сталкивались На примере реальной фишинговой рассылки Она как раз релевантна была Рассылка была по финансовым организациям Некоторые может быть даже ее встречали Вообще что мы должны мониторить обязательно Вопрос достаточно дискуссионный Мы считаем, что достаточно часто Упускается из вида во многих соках ДНС активность Есть целый набор кейсов Которые должны обязательно учитываться В ежедневной жизнедеятельности сока Если на них не обращать внимания Мы можем пропускать очень много важной информации И очень часто не видеть чего-то Что злоумышленники достаточно часто используют Давайте рассмотрим реальный пример Достаточно базовый сок Давайте соберем информацию Мы обнаружили, что у нас есть какой-то домен Мы подозреваем, что это фишинговая атака И давайте посмотрим, какую дополнительную информацию Можно собрать Собственно, какие обычно мы собираем данные Если мы встречаемся с фишингом Либо с какой-то нелегитимной активностью Ну, собственно, понять Какой домен, какие IP-адреса Какие автономные системы у нас участвуют Есть ли какие-то дополнительные поля в URL-запросах Есть ли перенаправления на другие ресурсы И так далее ДНС у нас является, собственно, основой Критической инфраструктуры интернет Без него, собственно, интернет в том виде, как он есть Невозможен, используется всюду На всех устройствах Собственно, это один из базовых механизмов Которые должны быть использованы при расследовании Что происходит, когда мы посещаем всего один сайт Нужно понимать, что современные сайты Это не один объект Это множество доменов Состоящих из кучи связанных вещей Начиная от внешних ресурсов Начиная от скриптов Которые подтягиваются с других сайтов И так далее Ну, вот, например, CNN.com Мы можем увидеть, что это, на самом деле Достаточно разветвленный граф Ресурсов, которые Вызываются только при переходе На, собственно, один всего новостной сайт При этом достаточно большой процент организаций Ну, и соков, как таковых Либо не мониторят ДНС Либо не делают это в достаточной степени правильно И я бы хотел именно показать, в чем польза того, что мы собираем эту информацию И что мы можем из нее вытащить Ну, на примере, понятное дело, продуктов Cisco Но, в принципе, это можно делать и не только на базе нас Реальная фишинговая рассылка В рассылке присутствовал домен NationalBank.bz Bz – это Belize Достаточно актуальная для многих информация Там банк, находящийся в офшорной зоне Соответственно, люди получают письмо Оформленное по всем правилам социальной инженерии Соответственно, идут на этот сайт Ваше предположение – это настоящий сайт или нет? Ну, NationalBank.bz Домен второго уровня выглядит Нет, он не настоящий сайт Такой банк действительно есть Но вот сюрприз, у него совершенно другое название Проявится это очень просто Забиваем, соответственно, в любой поисковой системе Для проверки банк NationalBank.bz С удивлением обнаруживаем, что на самом деле Это NBBL.bz То есть банк такой есть Но у него совершенно другое доменное имя Совершенно не очевидное для нас Делаем кросс-проверку Не только Google Пусть Яндекс нам ответит на этот вопрос Мы видим, что действительно Это не попытка SMM-щиков вывести в топ другой домен Чисто теоретически такая атака возможна Когда злоумышленники в нескольких поисковых системах Выходят домен в топ Но все-таки это маловероятное событие Тем более для банков, как правило, это довольно дорогое удовольствие В данном случае мы видим, что количество обращений достаточно невелико И еще идет о десятке или о десятках обращений Мы видим, что у него есть достаточно специфическое геораспределение Примерно две трети запросов идут из Российской Федерации И примерно треть из США При этом регистратор Тот, кто зарегистрировал домен Находится вовсе не в Белизе, а в Австралии И так далее По всем признакам это уже нам говорит о том, что мы имеем дело Сомнительно, что это финансовая организация Давайте усложним немножко наш юзкейс Давайте попробуем раскрыть инфраструктуру, которую использовали злоумышленники Используя либо информацию о домене, либо информацию по e-mail Для банально просто, чтобы проактивно внести в черные списки И для мониторинга в случае, если кто-то действительно попался на уловку нашего фишинга Немножко поработав над тем, что мы получили Мы получаем некоторые индикаторы Не обязательно их прям записывать или фотографировать Презентация будет доступна Это реальная атака Из нее мы вытаскиваем дополнительную инфраструктуру Вытаскиваем несколько образцов войдоносного кода, которые использовались при атаке И если раскрыть полностью эту инфраструктуру Мы видим, что она состоит из двух независимых частей Одна из которых, собственно, был сайт приманка с инфраструктурой обеспечения И вторая – это командный центр Собственно, который использовался для общения с войдоносной нагрузкой Можно подробнее посмотреть, там желающие потом могут посмотреть Как это взаимодействовало с точки зрения именно инфраструктуры Что еще? Мы можем регулярно искать с помощью DNS Осуществлять функции бренд протекшена То есть следить за тем, чтобы для защищаемых нами организаций Если мы как сок защищаем какие-то организации Не появлялись сайты-клоны, которые злоумышленники используют Для, например, тех же атак типа фишинговых Для подмена ссылок Чтобы пользователи не шли на нелегитимные сайты вместо легитимных и так далее Это можно делать с помощью скриптов Один из примеров такого скрипта вы видите Либо с помощью, например, работы Мы берем тот же самый пресловутый National Bank И получаем ответ на вопрос Собственно, за последние сутки Сколько было регистраций, которые содержали в имени словосочетания National Bank Мы видим, что их не так много Но я уверен почти на 100% Что ни одна из них не является легитимной Можно, в принципе, проверить Желающие потом могут проверить вместе со мной Но я уверен на 100% Что ни одна из них не относится к банковским структурам Либо, например, словосочетание Central Bank Пожалуйста, тоже несколько сочетаний Скорее всего, ни одно из них не относится к легитимному Либо можем это сделать с помощью графического интерфейса Задав паттерн, по которому мы ищем шаблон И получив ту же информацию, но уже с более глубоким поиском Например, в течение 30 дней Достаточно полезная функция Которая в том числе нам позволяет понять Предугадать действия злоумышленников И какие атаки они могут на нас припринять в ближайшем будущем То есть действовать более проактивно И постараться их опередить Еще один типовой юзкейс Это уже более продвинутая вещь Это тоже то, о чем говорил Алексей Это то, что отличает соки, которые сидят только на мониторинге От соков, которые переходят к реагированию И предсказанию того, что может сделать злоумышленник Это выявление киберкриминальной инфраструктуры Именно не для конкретной атаки А именно инфраструктуры, которую используют злоумышленники Например, в качестве сервиса для других атакующих Такие как кардерские форумы Bulletproof хостинги У нас это абузоустойчивые хостинги называют И так далее Как мы это делаем? Ну, например, шифровальщика Loki Мы выявили домен, который засветился в первый раз Когда мы увидели первый сэмпл шифровальщика Начали анализ То есть какие ассоциации есть и так далее И увидели, что за данным доменом стояло два IPA Соотносящихся к абузоустойчивым хостингам Нам заранее было уже известно, что это абузоустойчивые хостинги Путем анализа сэмплов, которые были с ними ассоциированы Мы выяснили и доменных IP-шных ассоциаций Мы нашли больше тысячи доменов, которые генерировались с помощью скрипта И увидели, что инфраструктура Loki связана с инфраструктурой сервера Мы нашли больше 600 сэмплов вариаций Loki Опять-таки только по связи IP-адреса и сэмпла И путем анализа IP-адреса командного центра И автономной системы Bulletproof хостера Мы увидели, что за этим стоит соответствующая инфраструктура DGA Которую мы смогли заранее заблокировать Еще до того, как она стала широко известна по всему миру В принципе, это работающий способ И он позволяет реагировать гораздо быстрее, чем позволяют реагировать традиционные способы анализа Можно рассмотреть, например, отказовый обузоустойчивый хост Alex Который предоставляет услуги по распространению malware, ransomware, phishing Форумы всевозможные, магазины дампов кредитных карт и так далее Выявили один из адресов, принадлежащих этому хостеру Который хостится на нем Видим, что это доменное имя было ассоциировано с тремя IP-адресами В протяжении какого-то периода И мы видим, что один из этих IP-адресов Это заобуженный, то есть использовался абьюз Амазона То есть регистрировалась машина, которая использовала Амазоновское адресное пространство И просто делала перенаправление и потом перенаправление на свое адресное пространство Мы видим, что это Амазон Но мы видим, что конкретно этот адрес из всего пространства Амазона Был ассоциирован именно с этим обузоустойчивым хостером Что еще? Мы можем посмотреть, какие домены были ассоциированы с этим IP Для того, чтобы выявить, кого именно хостер держал на этом IP-адресе То есть какие другие ресурсы были ассоциированы с этим IP-адресом Для того, чтобы проактивно их заблокировать И мы видим, что один из таких адресов, HMMA Radio Использовался для распространения дроппера handset То есть мы видим, что атаки не взаимосвязаны Но использовалась одинаковая инфраструктура Блокировка этой инфраструктуры позволяет нам защититься В том числе от других несвязанных атак Только потому, что мы канал распространения убили таким образом Использование таких шаблонов и таких методов подходов К противодействию злоумышленникам позволяет на самом деле Довольно активно с ними бороться Крупные соки могут себе позволить собирать достаточные информации Для того, чтобы выявлять подобные вещи И обмениваться с сертами Или серты могут это делать Например, с финцертом мы взаимодействуем в этом направлении Это достаточно эффективный механизм Который можно и нужно обязательно использовать в вашей работе Коллеги, у меня на этом все Готов ответить на вопросы Я как представитель SOKORUS Telecom Solar Мне было очень интересно Я увидел многое из того, что было в этой презентации Перекликаться с тем, что делаем мы Но вот у меня такой немного отвлеченный вопрос Ты как эксперт, дай совет, пожалуйста Что делать банкам на начальной этапе И второй, третий сотни У которых там либо нет людей, кто будет этим заниматься Либо нет денег, чтобы купить прекрасное решение Umbrella Вариантов на самом деле не так много Если денег нет, можно хотя бы базовые вещи Связанные с базовой сетевой гигиеной То есть это некий белый список адресов Которые точно, абсолютно С некоторой долей уверенности Мы считаем Не принесут нам зла Хотя бы в этом плане Фильтрация Вообще политика разрешения всего и вся Для финансовых организаций Она порочна Но понятно, что это рано или поздно Приводит к заражениям и так далее Если есть возможность Лучше, конечно, фильтровать Как минимум хотя бы известных вредоносов В конце концов есть и бесплатные сервисы Откуда можно брать информацию Как минимум из тех же бюллетеней финцерта Хотя бы это делать Базовую гигиену обеспечивать нужно Ну и есть и бесплатные сервисы Umbrella можно использовать по секрету Не только за деньги Просто вы не теряете в этом случае Возможность управлять и мониторить, что происходит Для финансовых организаций это, конечно, недопустимо Но для малого бизнеса это тоже выход Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!